Наши новости в прямом эфире в студии Наталья Немогай. Добрый день. Велопо отметил, что ситуация с COVID-19 работа на рубежах все же усложнила. Александр Лукашенко подчеркнул, что прошлый год для всех был проверкой. Особенно для людей в погонах. И пограничники эту проверку выдержали. Мы защищаем не только Беларусь здесь, на Западе, но это рубежи союзного государства. У России на Западе больше границы нет, охраняемой, кроме границы Беларуси. Между Беларусью и Россией, естественно, нет границы. Поэтому мы уделяем серьезное внимание охране государственной границы. Но вопросы пандемии, которые навалились на нас, они, конечно же, усложнили нам работу на последнем метре нашей земли. Особенно для пограничников, таможенников. Но ситуация была управляемой, и пограничники, и таможенники действовали заодно. Но управляемая ситуация в том плане, что всякие мои распоряжения быстро доводились до войск и исполнялись. Армия и войска пограничные почувствовали, что надо защищать более основательно, серьезно страну. Поэтому реакция была соответствующая. По итогам доклада главы Госпогранкомитета Александр Лукашенко утвердил решение на охрану государственной границы на этот год. Что до коронавируса, то в выходные число инфицированных в мире превысило 103,5 миллиона. Больше трех миллионов уже во Франции. При этом власти решили не уходить на третий локдаун, но границы закрыли. Приезжающим из стран ЕС нужно предоставить отрицательный тест на ковид, а для самих французов выезд за пределы Евросоюза возможен лишь по срочным семейным делам, связанным со здоровьем и в профессиональных целях. Из-за строгих ограничений в ряде европейских стран продолжаются манифестации в Австрии, где локдаун отменят не раньше, чем через неделю. В центре города собрались тысячи людей, разгоняли протестующих полицейские. Практически по тому же сценарию развивались события в столице Нидерландов, Словении. На улицы вышли родители школьников. Акция была организована против закрытия учебных заведений. В Израиле «Ортодоксы» регулярно выходят на марши против локдауна. Накануне в Иерусалиме, несмотря на строгий карантин, около 10 тысяч человек пришли на похороны одного из лидеров общин хасидов. Событие вызвало возмущение в политических кругах Израиля. При этом сообщается, что уже более трех миллионов израильтян получили первую дозу вакцины. В нашей стране также продолжается вакцинация. Больницы переходят на привычный режим работы. Массовые протесты не прекращаются в Польше, спровоцированные вступлением в силу закона о запрете абортов. Они набирают обороты. На улицы выходят недовольные карантинными мерами, а также финансовым положением в стране. Этой ночью уличным акциям активно противостояла полиция. Были потасовки. Стражи порядка применяли слездачевый газ. Помимо Варшавы, акции прошли также во Вроцлаве, Гданьске и Лодди. Не менее 40 уголовных дел заведено после акции, которые прошли в России в эти и минувшие выходные. Накануне оппозиция, повторяя белорусский сценарий, снова призвала людей, несмотря на запреты, выходить на улицы. Во многих городах были приняты беспрецедентные меры безопасности, закрыты станции метро. Силовики готовились к разным сценариям развития событий, поэтому во всех городах, где собирали людей, подходы к точкам сбора также были перекрыты. Координаторы старались быстро менять локации, любые радикальные действия пресекались заблаговременно. Жесткие задержания в Москве и Санкт-Петербурге начались сразу же, как на улицах стали появляться провокаторы, которые определенно работали на картинку. Не хочу вас, венцам! Свободу! Помогите! Отпустите! Отпускай! 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 Людей в Москве, которых изначально специально позвали к ведомственным зданиям ФСБ на Лубянке администрации президента, попытались перебросить на два километра от центра. Власти, видя, что координация идет через социальные сети, так же, как и в Беларуси, просто отключили интернет. Все сообщения о незаконных митингах мгновенно блокировались Роскомнадзором. Без указаний они перемещались хаотично и беспорядочно. Да, там выходили люди, но, в общем и целом, ничего такого, так сказать, потрясающего не произошло. Даже в масштабах Москвы мы видели гораздо более массовые акции. Это первое. Второе. На самом деле, так и не получилось сакральных жертв. Никого из оппозиционеров не убили, как бы, да, не переломали им кости. Сейчас достаточно жестко власть реагирует. Мы видим вот этих вот блеющих, как бы, оппозиционеров, которые буквально несколько дней назад еще там были героями, а сейчас что-то блеют такое невразумительное. Я извиняюсь, так сказать, я не думал, я не хотел. И так далее, и так далее. Предупреждение правоохранителей услышали не все наиболее агрессивные участники шествий задержанные. За применение силы против сотрудников органов внутренних дел некоторым грозят реальные сроки заключения. Снова к официальной хронике президент Беларуси принял с докладом министра природных ресурсов и охраны окружающей среды. Глава государства подчеркнул, что уделяет этой сфере огромное внимание. Так будет и впредь. Как бы пафосно это ни звучало, но жить в гармонии с природой, считает Александр Лукашенко, крайне важно. От министра президент ждет объективной и качественной инспекции во введанном ему ведомстве. Также глава государства интересовала выполнение ранее данных им поручений. По одному из них, которое касалось работы гидрометеоцентра, в последние годы президент констатировал заметный прогресс. В Москве сегодня прощаются с любимым актером, народным артистом Советского Союза Василием Лановым. Церемонию собирались завершить к полудню, но люди продолжают нести цветы, провожают в последний путь актера, его близкие, друзья, почитатели таланта. Ланового не стало 28 января. К смерти привели осложнение после коронавируса. Несмотря на пандемийные ограничения, церемонию сделали открытой. Она проходит на родной сцене актера в театре Вахтангова, которому он служил более 60 лет. Не единожды был участником Минского кинофестиваля «Листопад» и лауреатом специального приза президента Беларуси. Выступал и на белорусских подмостках. Вот что великий актер сказал в одном из интервью нашему телеканалу. Я выхожу на сцену любую. Это для меня ресталище. Все равно. Тем более, что я очень много концертов и литературных читаю, русскую классику. Так что я на любой сцене почти всегда нахожу удовольствие. Похоронят Василия Ланового на Новодевичьем кладбище Москвы. Ему было 87 лет. В завершении кадры с острова Сицилия, где проснулся крупнейший в Европе вулкан Этна. В небо поднялся огромный столб пепла и выплюснулись фонтаны раскаленной лавы. Извержение сопровождается мощными громовыми раскатами, гулом и подземными толчками. Это извержение самое мощное с начала активности Этны. Опасности для населения вулкан пока не представляет, но жителям и туристам рекомендуют все же держаться от него подальше.